Всем добрый день, на связи Александр Янюк. Я рад вас приветствовать на нашей трансляции, которая посвящена обзору фьючерсного рынка. Сегодня мы вкратце поговорим о тех важных фундаментальных новостях, на которые стоит обратить внимание на этой неделе, а также сформулируем несколько торговых идей. Погнали! Первый актив, который мы рассмотрим, это европейская валюта. Евро продемонстрировала отличный рост на фоне снижения индекса доллара и сейчас происходит коррекция. Как мы с вами в пятницу уже говорили, евро достиг месячного сопротивления, точнее сопротивления на месячном графике, который указывает, что потенциал снижения европейской валюты ниже паритета. Об этом твердят многие аналитики, на это ставят многие трейдеры, но я бы не был таким оптимистичным по поводу снижения европейской валюты. Поэтому действуем локально. Каждый раз, когда у нас будет появляться точка входа в шорт, мы будем ее использовать нормальным объемом, рабочим, стандартным. Если же в лонг, то не будем двигаться против тенденции, не будем идти против приоритетного направления, или будем уменьшать риск, или вообще пропускать. Если говорить о сототчетах, то за предыдущую неделю по европейской валюте очень много открывали шортов. Теперь у хеджеров практически в два раза больше шортов, чем лонгов. Это нам о чем-то и говорит. Евро достиг отметок 1.19 за последних несколько месяцев. И в принципе на фоне снижения индекса доллара он выжил максимум, что можно было из этого события. Поэтому я считаю, что в ближайшее время индекс американского доллара сможет пробить вот это сопротивление и сформировать двойное, может тройное дно. И там уже достичь уровня объема за март 2020 года. Просто потому что покупая американские акции, вы должны купить американский доллар. Если вы продаете акции, спрос на американский доллар тоже растет. Поэтому на текущий момент пока что индекс, точнее американский доллар, он считается основной резервной валютой, не евро. Поэтому по европейской валюте ждем точки входа в шорт. Либо это будет от уровня объема, на пробитии уровня объема. Может конечно у нас появятся аналогичные ситуации, как на предыдущей неделе. Сделают еще небольшой заход вверх на хороших статистических данных или хороших фундаментальных новостях. И уже вот здесь образуется точка входа в шорт. И там можно будет заходить в шорт. Поэтому шорт приоритет. Поехали дальше. Следующий это у нас швейцарский франк. Судя по сототчетам, по швейцарцу хеджеры продолжили набирать в шорт позиции. Поэтому здесь у меня шорт приоритет остается, как и прежний. То есть я считаю, что швейцарский франк на фоне спекулятивных позиций, на фоне спекулятивного спроса сильно подорожал. И центральный банк будет действовать, чтобы это как-то нивелировать. Поэтому по швейцарцу продолжаю удерживать шорт. Лонг у меня по японской иене в этом парном трейде. Судя по сототчетам по австралийцу, у нас больше открывались в шорт. Также на этой неделе стоит обратить внимание на рынок труда по Австралии. Потому что я считаю, что как раз таки на этих новостях, на этих данных у нас и получится обновить вот этот коридорчик, вот этот уровень поддержки. Потому что новости в целом, они просто катализатор волатильности. Все движение, весь основной набор позиций происходит до новостей. Потому что более крупные деньги, они владеют более интересной информацией, более качественной информацией. И они могут спрогнозировать будущие данные и попытаться спрогнозировать реакцию рынка на эти данные. Поэтому мне очень нравится смотреть сототчеты перед важными новостями. Потому что как раз там позиции хеджеров, они начинают сильно меняться. То есть если, к примеру, до этого по европейской валюте у нас открывали хеджеры 3, 5, 10 тысяч контрактов. То сейчас в шорт было открыто 28 тысяч контрактов. На предыдущей неделе еще 33 тысячи контрактов в шорт. И это все на локальных максимумах. К чему это может привести? К тому, что они хотят заработать на падение. Если хеджеры продают, они или страхуются, или они планируют зарабатывать на снижении цен. Точно так же и история по австралийскому доллару. Когда у нас появляется много объема в одну сторону перед важными новостями, то чаще всего рынок будет как раз таки давать сигнал в эту сторону. То есть сейчас хеджеры набирают шорт. Набрали они шорт на предыдущей неделе. На этой неделе выйдут важные статистические данные по рынку труда, которые будут нам указывать на то, насколько быстро восстанавливается этот рынок. Все ли хорошо в этом государстве или нет. Поэтому я считаю, что нам нужно присматриваться к шорт-позициям и выжидать точки входа в шорт на дивергенции кумулятивных дельт, вблизи локальных максимумов, искать пин-бары, HFT-объемы и там уже заходить в сделки. По японской иене ничего сильно не происходило. То есть там плюс-минус открылись немного в шорт, немного в лонг. Пока что японская иена выглядит сильнее остальных. Она уже еще раньше отошла от своих локальных максимумов и сейчас, в принципе, находится в этом боковичке. Я считаю, что японская иена будет более стабильной валютой в ближайшее время, чем остальные мажоры. По британскому фунту. До этого я был по бычьи настроен, но как раз таки все сейчас уже и поменялось. Давайте посмотрим сототчеты. Там достаточно серьезные изменения произошли. Это первое. Второе. Судя по кластерному графику, мы видим вот эти накопления на локальных максимумах. Посмотрите, как четенько объем сосредоточен на локальном хайе в хвосте свечи. Это таки разворотный сигнал. И в пятницу мы увидели реакцию на нонфармы. Я считаю, что это был только заходной импульс и что топлива достаточно для того, чтобы разгрузить цену вплоть до уровней 1.27-1.26. Там, где был серьезный перекос в позициях хеджеров и крупных спекулянтов. Он плюс-минус происходил где-то вот в этом районе, как раз таки где накапливалась основная позиция. И сейчас мы видим грандиозное расхождение между этими позициями. Мы видим, что хеджеры снизили свою позицию с 27, почти 28 тысяч контрактов до 13 тысяч контрактов. Это серьезное снижение. Причем это как раз таки у нас было открытие шортов, закрытие лонгов. То есть все как один, да, закрывают лонги и добирают шорт позиции. И это только усиливает сигнал, усиливает направление. По британцу шорт приоритет. Погнали дальше. Новозеландец. По Новозеланцу особо сильно ничего не менялось, поэтому тоже его и не смотрел. Думаю, что он будет двигаться за остальными мажорами против индекса доллара. По рынку сырья. Да, нефть отличную точку нам продемонстрировала еще в пятницу на обзоре, когда мы смотрели. И вот сейчас нефть, давайте на дневном графике сразу посмотрим. Мы с вами смотрели кластерный график. Там тоже огромное накопление в верхней части свечи. Вот на текущий момент это уже отрабатывается. Вот здесь скопили ликвидность, набрали позицию. И сейчас есть все шансы на то, что нефть продемонстрирует движение еще немного вниз до уровней объема. В принципе, мой прогноз, среднесрочный прогноз нацелен на то, что мы достигнем отметок как минимум 40. Здесь сейчас находится уровень на меньших выплат по опционам. А как максимум это, конечно же, плюс-минус 35, отметка 35, где основной объем путов сосредоточен. Открытый интерес по путам. На текущий момент у меня нет предположений, за счет чего нефть может дорожать. Добыча растет понемногу, спрос снижается понемногу или растет не так быстро, как добыча. Поэтому нефть, как по мне, сейчас удерживается. Вот этот хрупкий баланс, он еще удерживается, но я думаю, ненадолго. Поэтому по нефти буду присматривать шорт-приоритет в расчете на то, что внутри дня будут появляться отличные точки входа в шорт на дивергенции кумулятивных дельт вместе с пин-барами. По золоту. По золоту у нас на предыдущей неделе, в пятницу, у нас появилась отличная точка входа. Мы с вами рассматривали вот так ситуацию. Где-то вот здесь была дивергенция кумулятивных дельт. Соответственно, у нас появилась точка входа где-то чуть-чуть попозже. И вот мы с вами говорили о том, что по золоту стоит ожидать падение, образование HFT. Дальше тест ликвидности. И где-то вот здесь на обновлении стоит дожидаться точки входа в лонг. Это произошло у нас в 20.00. Открылась предыдущая свеча с HFT на локальных минимумах. Да, вот здесь как раз было. У нас протестировали ликвидность. В виде чего? Свеча. Правильно, в виде пин-бара с большим объемом проторгованным. В нижней части, в хвосте. Это как раз таки и было сигналом на открытие лонговой позиции. Лонговая позиция была благополучно закрыта. Под закрытие сессии я закрыл половинку. Половинку еще удерживаю. Но цены, как вы видите, не изменились. Поэтому посмотрим, что будет происходить. Золото и так находится на своих исторических максимумах. Вблизи исторических максимумов. Поэтому потенциал движения вверх вроде как есть. Там дальше просто пустота. Раньше мы там никогда не были. Многие аналитики твердят о том, что вскоре мы увидим золото там и по 3,5, и по 5, и по 7,5 тысяч. 7,5 тысяч. А почему бы и нет? Золото это не деньги, которые можно просто напечатать. Поэтому есть шансы и на укрепление, и на снижение. Но мы же спекулянты. Если у вас есть портфели, вы держите долгосрочные портфели, то да, тогда стоит инвестировать маленькую часть, либо уже даже не маленькую, держать в своем портфеле золотых активов. Это может быть ETF, фьючерсы, либо фонды, которые инвестируют во фьючерсы, чтобы вам не пришлось переживать из-за экспираций. В принципе, для спекулянтов сейчас высокая волатильность, сейчас отличная возможность для того, чтобы брать хорошее соотношение риск-прибыль, особенно если внутри дня высматривать вот такие крупные лимитки, которые появляются. Вот вы просто посмотрите, на локальных минимумах появляются лимиты, лимиты на покупку, которые нам указывают на то, что есть лимитный покупатель, который принимает на себя объем и, конечно же, ему выгодно сбросить этот объем повыше. Аналогичная ситуация и вверху. Вы просто понаблюдайте за кластерной картиной. Вверху у нас, опять же, лимитное сопротивление и внутри дня очень круто выискивать на 5 минутках, 15 минутках. Вот такие ситуации, когда рынок упирается в невидимую стеночку, вроде туда объем льют, но цена дальше не двигается. Это отличное сопротивление, ну, либо отличная поддержка, если внизу. Биткоин демонстрирует дальнейший рост. В принципе, открытый интерес сильно не меняется. Он даже немножечко снизился за предыдущий торговый день. И у нас продолжается такая восходящая формация. На текущий момент спрос и предложение на лимитном спотовом рынке. Лимитный спрос и предложение на спотовом рынке, вот так, он находится в балансе. То есть в моменте объем лимитных покупок и объем лимитных продаж, он плюс-минус одинаковый, сильно не менялся. Поэтому я считаю, что текущая тенденция по инерции еще может продолжаться. Плюс-минус в таком же ключе, то есть небольшая коррекция, подъем, небольшая коррекция, подъем. Посмотрите, как четко отработал себя уровень объема. Здесь он выступал с сопротивлением, удерживал цену. И дальше классический, классический пробой, ретест, поход выше. Классика. Так. Та-та-та-та-та-та. Что у нас еще осталось? У нас осталась медь. Газ. Газ продолжает свое шествие вверх за счет увеличения спроса на мировой арене. Медь провалилась ниже своих минимумов. И это еще один медвежий сигнал. Да, от уровня объема четенько мы его протестировали. Здесь был сигнал. Здесь мы уже тестировали, было немного страшно. Но, в принципе, мы его не преодолели, не закрепились выше. И на хороших новостях в пятницу по баксу провалились. На текущий момент по медиа я считаю, что мы останемся в текущей консолидации только за счет того, что производство уже выросло. Экономика восстановилась, спрос на металл уже тоже восстановился полностью. При текущих обстоятельствах, если спрос со стороны потребителей не начнет бить свои рекорды, то мы увидим стагнацию как промышленности, так, соответственно, и меди. И последнее. Это фондовые индексы. Фондовые индексы продолжают двигаться к новым высотам. СНП там уже не так далеко от своих исторических максимумов. Трамп подписал указ о выделении дополнительных денег по пособиям по безработице в виде 400 долларов в неделю. Да, там может быть не будут все 400, может быть будут 300, потому что 300 уже точно, а вот соточка еще непонятно будет или нет. И за счет этого рейтинги Трампа начали неплохо так подрастать. Ситуация близка к 2016 году, когда Клинтон немного лидировала, да, совсем чуть-чуть, но Трамп все равно победил. Здесь у нас аналогичная ситуация. Байден пока что в лидерах, но Трамп еще имеет все шансы на победу. Если это так, если это произойдет, то полноценная торговая война с Китаем, она начнется. 15 августа у нас пройдет еще раз, еще один этап переговоров, торговых переговоров между США и Китаем. Я уверен, что это будут муссировать в СМИ, преподносить с разных сторон. И я считаю, что рынок уже будет готов к этим новостям, что Трампу невыгодно не договориться с Китаем. Пускай даже на не таких хороших условиях, как он там себе планировал. Но в целом я считаю, что до выборов ему нужно поддерживать дружеские отношения вместе с Китаем, для того, чтобы не тревожить рынки, чтобы турбулентности на рынках не было. Потому что многие теперь ассоциируют Трампа с ростом рынка. И как же так, если рынок будет сильно падать? Поэтому по S&P, как я и говорил ранее, восходящее движение, считаю, будет продолжаться. Вот такие ситуации, вот такой рост и вот такие накопления в верхних частях стоит использовать для того, чтобы сбрасывать позицию и позже добирать ее на провалах. Потому что провалы 100% будут. Будут выходить плохие новости по индексу цен производителей, по инфляции, не знаю, по рынку труда. Может как раз таки вот не договорятся США и Китай, и все провалится. То есть я считаю, что на текущий момент восходящее движение еще не закончилось. У нас есть шансы обновить исторический максимум и по S&P 500. За счет того, что дешевых денег много, инфляция особо сильно не растет. Американского доллара много, его нужно куда-то девать. В облигации, да нет, ну какая там доходность. Реальная отрицательная доходность. Инфляция выше на текущий момент, чем доходность по облигациям. Потому что инфляция в США плюс-минус 1%, а доходность облигаций, ну в лучшем случае, там где-то 0,6% найдете. Вот, поэтому деньги текут в рынок акций. Рынок акций двигается вверх, индексы двигаются вверх. Но коррекции никто не отменял. Резкие провалы, плохие настроения инвесторов, фиксация прибыли. Все это будет происходить. Я считаю, что на этом можно отлично, не то чтобы спекулировать, но сидеть в свинг-трейдах. Викс продолжает штурмовать минимумы. Минимумы за последних полгода где-то. В принципе, все. На этом мы поговорили. А, инфляция в Китае, да, точно. Вот в США инфляция 1%, а в Китае, в Китае как раз-таки инфляция вышла чуть повыше. 2,5%, да, вместо 2,2% в предыдущем месяце. Это нам говорит о том, что Китай восстанавливается чуть быстрее. Но если разобраться, то инфляция в Китае выросла за счет, в основном, за счет энергоносителей. Ну, нефть неплохо подорожала за последних сколько-то там месяцев. И это как раз-таки поддержало инфляцию во многих странах. Дефляции пока что нет. Но потребительский спрос, по заявлению многих аналитиков и рейтинговых агентств, он не восстанавливается. То есть он как был на тех своих, ну, не минимумах, да, далеко от максимумов, там и остается. Открытый интерес по нефти. Посмотрите, как сильно начал падать. Ну, у нас скоро экспирация, в принципе. Еще 10 дней. Но вот тотальное падение идет. И посмотрите на прирост колов. Да, то есть у нас было 165 тысяч колов и 214 тысяч путов. И сейчас, бум, 207 тысяч колов. То есть огромный объем был взят на калах в лонг. Кто-то поставил огромную ставку на то, что рынок нефти будет расти. Это интересное наблюдение. Сначала я этого не заметил. И это близко все к экспирации. На этой неделе будет происходить экспирация опционов. И я считаю, это добавит волатильности на рынок. Посмотрим. Уровень наименьших выплат по опционам находится на отметке 40. Доллар 65. Для нефти упасть ничего не стоит. Так, на этом будем заканчивать. Если у вас будут вопросы, вы пишите их в комментариях. Я по возможности буду отвечать. Или можете прямо мне в телеграм писать, в группу в телеграме. Также не забывайте, что у нас есть группа TVT Signals, где мы публикуем интересные наблюдения по рынку. Наша view на ситуацию на рынке. Если будет интересно, то обязательно подписывайтесь, читайте, комментируйте. Будем обсуждать. Всем удачной продуктивной недели. Удачных профитных сделок. До встречи в пятницу. Счастливо.